Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вот и настало время подвести итоги конкурса на лучшую шкатулку, который проводился к Новому году и к Рождеству. Приём работ был закончен 7 января и потребовалось некоторое время для того, чтобы определить победителя. Видео выходит с некоторым запозданием, и на то были свои причины, которые я озвучил в недавнем стриме. Главным призом этого конкурса является электрический лобзик-статус. Я покажу его ещё раз поближе. Это лобзик классической формы, мощность двигателя 800 Вт. Лобзик действительно очень мощный, имеет регулятор оборотов, три режима подсветки. Это подсветка, лазер, лазер плюс подсветка, либо просто может быть подсветка выключена. Лобзик имеет муфту на штоке, которая позволяет менять пилку без применения ключей. И один момент, о котором я забыл упомянуть. Этот лобзик может работать с хвостовиками пилки, как Т-образными, так и прямыми, что указано вот здесь, в углу на самой упаковке. Частота ходов пилки регулируется в пределах от 800 до 3000 ходов в минуту. И мощность двигателя 800 Вт позволяет пилить дерево толщиной до 100 мм и металл толщиной до 10 мм. Согласитесь, это очень хороший параметр. Приз очень достойный, и в конкурсе приняли участие 42 человека. И выбор, конечно, был очень нелёгким. На конкурс были присланы очень интересные работы, интересные мастер-классы, фото- или видеоотчёты. И, конечно же, поощрить хочется каждого, но, к сожалению, количество призов у нас ограничено. Помимо основного приза у нас, конечно же, есть ещё и дополнительные призы. К сожалению, ни одна из инструментальных компаний не откликнулась, и поэтому призы я просто пошёл и купил сам в магазине. Дополнительные призы, конечно, попроще, но я надеюсь, они тоже порадуют своих будущих обладателей. В качестве дополнительных призов у нас за второе место стамеска «Нарикс» шириной 20 мм. Стамеска довольно-таки неплохая. Не Роберт Сорби, конечно, но работать ей можно. И призом за третье место у нас будет вот такой мультитул фирмы «Штурм». Фирма, конечно, простенькая, звёзд с неба не хватает, но мультитул очень удобный, довольно-таки функциональный, и хотя бы будет память об участии в конкурсе. Сейчас вас ожидает слайд-шоу, в котором вы увидите работы всех участников конкурса. И после самого слайд-шоу мы приступим к оглашению выбора победителей. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 за первое место у нас будет конечно же лобзик и дополнительным призом то есть призом за второе первое место будет вот такая радиусная фреза это фреза vpv то же самое абсолютно что и dimar абсолютно такого же качества просто это делается на другом заводе там же в израиле качество очень высокая это радиусная фреза с радиусом скругления 6,3 миллиметра с фреза без ступеньки но ее при желании можно переоборудовать в фрезу радиус со ступенькой если заменить подшипник на более мелкий диаметр хвостовика фрезы 8 миллиметров поэтому эту фрезу можно использовать абсолютно в любом ручном фрезере если кому интересно артикул фрезы rw 06005 поскольку мнение жюри разделились я взял на себя ответственность в определении того кому какой приз достанется оценивалась прежде всего оригинальность идеи и качество изготовления поэтому первое место заслуженно занимает владимир литвинов с его шкатулкой в японском стиле и дополнительный приз за второе первое место это радиусная фреза vpv достается деление 21 работа замечательная очень кропотливая шикарная геометрическая резьба поэтому конечно же эту работу тоже нельзя было не отметить но на этом раздача слонов не заканчивается и я хотел бы выразить особую благодарность тем участникам которые живут за пределами россии два замечательных автора и две замечательные работы это сергей малинич и василий репкин сергей малинич и василий репкин подавали заявки на участие и предыдущем конкурсе но к сожалению по техническим причинам их электронные письма до меня просто не дошли и поэтому их работы не были включены финальное слайд-шоу по итогам первого конкурса к этому конкурсу сергей прислал замечательный сундучок очень интересный мастер-класс очень много интересных технологий применено и я рекомендовал бы вам посмотреть этот мастер-класс отдельно который находится у него на канале ютуба и также особо хочу отметить шкатулку которую прислал василий репкин очень интересная очень качественно сделанная работа это шкатулка мини комодик с ножками кабриоль еще раз напомню что в описании к этому видео я приложу файл где будут перечислены все участники и будут даны ссылки на все каналы все группы вконтакте странички и тому подобное где вы сможете посмотреть мастер-классы по изготовлению того или иного изделия я уверен вы получите от этого удовольствия и почерпнете для себя что-то интересное может быть переймете чей-то оп я долго размышлял над тем как же поощрить наших замечательных мастеров из ближнего зарубежья и решил сделать так сергею маленичу и василию репкину в качестве дополнительных поощрительных призов я высылаю по электронной почте чертежи стул и лесенки я надеюсь чертежи будут полезны нашим мастерам и они без проблем смогут сделать такой предмет интерьера для домашнего использования на этом подведение итогов конкурса закончено конечно вам могли понравиться другие работы не те которые были выбраны жюри и если у вас есть желание напишите пожалуйста какие работы вам понравились больше всего в обсуждении к этому видео роли а на этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго всем удачи всем пока